Привет всем, как вы видите, сегодняшний день начался у нас с очень хороших новостей. В 9 утра мне звонит сосед, говорит, что на твоей машине выбито стекло. Быстро собираюсь, выбегаю и вижу вот эту картину. Сейчас разбито заднее стекло, все в осколках, это мы еще немножко прибрали. Разбита форточка, что самое печальное, потому что ее не так просто поменять, как стекло на двери. То есть вот, все это видим, значит дальше личинка, личинка сломана. Здесь какой-то штырь торчал, но это часть механизма замка вот этого. Смотрим на зазор у багажника, короче его пытались отогнуть, и как вы видите, вот идет зазор, и какой он становится огромный здесь. Личинка багажника, тоже видим, пытались ее вскрыть, тоже сломали. Дернули магнитову, которая цена просто 500 рублей или 200, я не знаю. Ну ее взяли, наверное, потому что больше брать было нечего. Хотя там была масса еще матюлевская, тысяча так на две лежала. Блин, не боли в ротах. Не, ребята, я, блин, оно не будет лежать в машине, так что дальше больше не пытайтесь. Порошелку еще, точнее, про мою. Пытались ее угнать, реально пытались угнать машину. Сломали весь пластик под рулевой, то есть где замок зажигания. До него, к сожалению, к счастью, извиняюсь, не добрались. То ли кто-то спукнул, то ли еще что-то. В общем, замок работает нормально, и сейчас поедем ставить машину в гараж. Пока не купим стекла, не поставим, она будет в гараже стоять. Ну и надо думать что-то с противоугонной системой. Вот, так что смотрите дальше. Мы вчера загнали машину в Гришин ангар, и сейчас приступаем к разборке двери, обшивки, чтобы вытащить крепление и остатки стекла. Снимается обшивка достаточно просто. То есть откручивается вот эта ручка, вот видим крепление. Далее снимается, опять же, плохо видно. Здесь у нас ручка для подъема стекла. В принципе, все, сдергивается просто вот этот пластик верхний. И снимается обивка. Немножко удивляюсь людям, которые красят свои машины. Там в круг, не в круг, то есть пошли рыжики и так далее, решают подкрасить. Либо перекрасить полностью. Делают это снаружи, но как мы видим на моем примере, внутри есть ржавчина. Она не сквозная пока, ее можно остановить, замедлить и так далее. Остановить не знаю, но замедлить точно. И когда вы красите внешнюю сторону лицевой двери, изнутри ржавчина никуда не убирается. То есть вы зашкурили дверь, а внутри все вот это осталось. И оно через какое-то время очень-очень быстро вылезет. То есть у вас начнет сдуваться краска и так далее. Вот сейчас посмотрим. Ну вот, к примеру, угол двери. Ну тут уже, скорее всего, в общем-то дырка будет. Пожалуйста, сдувается краска. И сколько это ни делай, ни крась, ни шпаклюй, все равно будет дырка. Все, достали вот этот крепеж. Крепление стекла. Ну, вернее, то, что от него осталось. Печально. Вставляем стекло уже. Да ну. Андрюха подогнал нам целую дверь вместе со стеклом. Дверь разобрали, сняли стекло. И сейчас ставим уже на машину его. Сегодня мы приехали к Сане в гараж, да-да, к тому самому. И будем делать оду. Хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто помог. То есть многие люди писали, что могу поставить машину к ним на парковку охраняемую. Человека четыре точно написало, что могут отдать стекла. И просто вот помочь. Реально не ожидал, что есть такие люди добрые еще. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо. Заехали в гараж. Большое спасибо ребятам. Помогают ставить стекло. Ну, вернее, ставят. Это ты помогаешь. Свети. Да-да-да. Морально помогают, да, поддерживают. Да кого бы морально? Пиво бы привез. О, конечно, отверток быстро обучается. Ну. Прям курсы повышения отверток, блядь. Переквалификации. Да-да-да. Из отвертки. В запрудоливатель. В анкировку. В запрудоливатель. Все, закончили. Это стекло стоит. Это стекло стоит. Спасибо, Саня. Спасибо всем, всем тем, кто помогал. Спасибо моим родителям, что дали миру меня. Так, мы выехали из гаража. Я включил пятую передачу. Экспериментарь. Ты знаете, как его приклинал. Что-то пошло не так. Рычаг стал ходить просто во все стороны. И машина, в принципе, не ехала. Кулиса стала в клин. Мы решили эту проблему. Но пятую передачу, не доехав до дома, мы не будем трогать. Так, что у нас с жигой? Откуда-то течет бензин. Мы сейчас будем смотреть, разбираться. И поедем, наконец-то, домой. Либо на трассу, либо еще как-то. Сейчас, короче, покушаем. Еще посидим, покушаем. Че у нас время-то 2 часа ночи. Че бы нет. Смотрите, как он убегает жрать. Я вообще жрать хочу. Я же это все снимаю. Я жрать хочу, пацаны, вообще. Продолжение следует...